Если вы забыли... Если вы забыли... Повторяю специально для тебя. Давай. Ну, сначала достану элемент питания. Рассказывай, что это вообще? Я вчера вспомнил, что нам нужна батарейка. И поэтому поехал в замену батареек. Ну, не специально, у меня были дела какие-то. Вот. И вместе с тамошними хозяевами мы долго доставали запавшую батарейку куда-то. Вот она. Отрезали. Оказалось, что она стоит всего лишь 100 рублей. В общем, мы где-то минут 20 ее выковыривали. Мы же будем распаковывать не батарейку, правильно? Нет. Хотя можешь распаковать пока батарейку. Расскажи, что ты там заказал? Ну, значит, надо сказать, что в некотором смысле я уже распаковал. То есть, вот видно. Почему это произошло? Дело в том, что я получил... Я получил вот этот, значит, эту упаковку. Посмотрел по трекингу. И по трекингу мне показалось, что это, значит, дочь моя заказывала этот... чехол, чехол для телефона. Я думал, какой-то здоровый чехол какой-то здоровый чехол для телефона. Вот. Ну, ладно, написано. Вот. Оказалось, что, видимо, из одного магазина была поставка, я сказал, и для распаковки, и чехол для телефона. Вот там действительно он был, я его вынул, но все остальное, что там осталось, я оставил. Ты бы хоть заклеил, как будто бы так и было. А что, мы не занимаемся подделкой. Подожди, куда ты вот понеслась вообще? Подожди, сейчас новости будут. Все дела. Нетерпеливо это. Ну, вот, значит, ты ничего не нащупаешь, потому что это... Поверни, пожалуйста, камеру. А, да, значит, потому что это просто коробка. Небольшая коробка. Не буду я ничего щупать, я просто открою и посмотрю. Да, давай, открывай. Смотри. Так, это... Что это? Вот. Хорошо, что тебе эта вещь незнакома. Это из-за раздела «Красота и здоровье». Мне она тоже абсолютно незнакома. Значит, как это описывается? Во-первых, я хочу сказать, что поблагодарить наших зрителей, зрительниц в частности. Это по совету одной из зрительниц, которая посмотрела какую-то из распаковок и написала мне в форме обратной связи, значит, что вот, Александр, неплохо бы распаковать такую штуку для Лены. Может быть, будет интересно. Скин-анализер? Аналайзер, да. Ну, в хорошем смысле этого слова, безусловно. Вот. Значит, не знаю, что-то он должен анализировать в смысле кожи. Видимо, лица. Вот сейчас мы все проанализируем с лицом. Сейчас я только анонс распаковки. Я что-то волнуюсь. Сломала? Палец сломала. Коготь сломала? Нет. Просто порезалась. Тут что-то острое. А, ну... Так, вот сюда мы... Значит, давай сначала прочтем описание. Инструкцию будем читать, нет? Да. Ну, давай, коротко. Значит, это цифровой ЖК-дисплей лица, кожный анализатор, спа-салон дома, ручное лицо, водой, масло для увлажнения кожи, тестер мягкости. А, так все понятно. Понимаешь, да? То есть, это увлажненность кожи он должен показывать. Насколько увлажнена она хорошо. Значит... Вообще, наверное, его неплохо чем-нибудь протереть, потому что вот этим нужно будет тыкать тебе в лицо. Вот так, да. Да, попросим эту самую салфетку влажную. Наверняка же у нас есть. Ну, по меньшей мере любую салфетку. Так, какую страну батарейку вставить? Илюш, скажи, пожалуйста, да? Батарейку какой страной? Это Майкла надо звать. Он знает обычно, какой страной батарейку вставлять. Я думаю, что вот так. Кстати... Ну, ладно, это потом. Я хотела, чтобы ты рассказал, что там с лампочкой. Помнишь, мы распаковывали лампочку? У тебя включилась или не включилась? Как у тебя не включилась, так у меня не включилась. Сейчас это еще не включится. А, включится, включится, работает. Сейчас мы это сделала... Так вот надо... О, благодарю. Вообще шикарно. Смотри, антибактериальный эффект-то. Вот. Правда, неизвестно теперь, не смажем ли мы этот эффект. Как бы, потому что она-то влажная салфетка. Не бактерия же показывает, а влажность кожи. Влажность салфетки. Влажность салфетки. Высохнет и все. Давай, помашем ей. Значит... Ты уверен, что ты умеешь пользоваться? Нет, вообще не имея ни малейшего понятия. Я был уверен, что ты умеешь. Может, это вообще какой-нибудь... Что? Электрошокер. Конечно, конечно. Сейчас кнешь мне в щеку, и все. И останешься бессоведущей. В общем, это... Возможно, в этом был план. Или... Ну, бля... Вот такой. Смотри, тут же есть инструкция. Не хотел быть такой. Тут написано. Вот из-за... Био-скин аналайзер. Био-из-за аббревиэйшн оф биоэлектрик импеданс аналит. Прости, я тебя не очень понимаю. Анализис. Вич имплойс биоимпеданс из-за межеринг теории. Вич имплойс? Ну, давай пробовать, ладно. Уже можно на руке сначала попробовать, правда? Значит... Короче. Вот, смотри. Если он покажет... Если он... Вот, видишь? Значит... Разные значения даны. Разные значения. И они что-то обозначают. Так. А, тут вот... Смотри. Для увлажнения, умасления... Раф. Что такое Раф? Я не знаю. Раф. Раф. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Что это означает в данном контексте. То есть, ты сразу хочешь к лицу, да? Ну, давай к руке, господи. Давай к руке. А, и грубость. Грубость. То есть, ну, жесткость, видимо, имеется в виду. Вот. А все, собственно говоря. Надо прикладывать. Давай. Эть. А ничего не работает вообще. Может еще надо включить? Ага. Сейчас, что-то... Что-то бегает по экрану. Ну-ка. Все. Значит, смотри. Увлажненность у тебя низкая. Низкая увлажненность. Умасленность, то есть жирность. Жирность кожи высокая. Кожа жирная. Это неправда? Не знаю ничего. Вот так показывают приборы. Вот. Я тебе врач буду. Вот, смотри. Значит, и грубость низкая. То есть, надо повысить грубость. Давай на щеке. Я так понимаю. Так. Давай. Вбрасывай. Не, погоди, погоди, погоди. И поэтому вообще неизвестно, что там у тебя с грубостью. А у меня с грубостью все хорошо. Сейчас посмотрим. У кого... Кто из нас нежнее? У кого кожа нежнее? Подожди. Подожди. Сейчас. Он еще мигает что-то. Нет. Я по ногой запустил. Сейчас. Отдохнет? Ты хочешь сказать, что я сухая. Черствая. Так. Значит. Ну-ка, подожди. Вот, давай. Эль. Он сломался, по-моему. Зашкалил. Ну что там? А теперь отрицательные значения. Как это? Ну я не знаю. А, может быть, подожди. Подожди. Это... По сравнению с теми? Ну правда. Они, вот смотри. Они в минус ушли. Тут на... А, да. Есть минус. То есть, те были... Еще куда не шло. Те были плюс. А эти минус. Биоэлектрик импеданс. Так. Мой. Сейчас. Секунду. В общем... Тут еще есть. Тут много таблиц всяких. Разных. А! Тут еще от возраста зависит. Так. 51, 40... 51, 65, да? Надо смотреть? Угу. Так. Значит... Только предварительно вот сюда надо приложить это устройство. Потом смотреть 51, 65. Так. Подожди. А так вот смотри. Вот у нас строчка 18, 25. Ага. Значит, это... Ideal это... То есть, ideal это идеальные. Здесь стандартные. А здесь to be attended. Надо обратить внимание. Вот. Короче. Значит, сейчас... Подожди. У меня уже все сбилось. Так. К щеке. Хорошо. К щеке. К щеке. К щеке. Ага. Так. Значит, у тебя слабо отрицательные два. А ойл вообще нет ничего. Не показывает ничего. Ноль. Ноль показывает ойл. Это... Это хорошо. У меня не жирные щеки. А я очень рада. Так. Это идеально. У тебя... Вот. Мость... Мость... Одинаково примерно. Значит. Там минус один было. Минус один. Минус один это стандартное. Стандартное у тебя лицо. Давай твое нестандартное лицо замерим. Ну давай. Господи. Говна пирога. Как говорится. Ты сбрось сначала. А то сейчас... Будешь... На моей настройке смотреть. И думать, что у тебя идеальная кожа. Значит... Минус два. Это что? Минус два. По всем направлениям. Минус два. Минус два. У меня даже... Так… Ейдж какой у меня? 19. 25. 31. 40. 41. 50. Вот, 41,50, минус 2, это между, находится между To Be Attended и Standard, по поводу улажнения, а по поводу, значит, oil test, у меня стандарт, вот, пожалуйста, прикладывай везде. Рит, хочешь, мы тебе влажность кожи померяем? Иди сюда. Про три. А давай, вот у нас, значит, специалисты есть. Подожди, сейчас ты долго очень... Сейчас, подожди, надо подожать чуть-чуть. А тут, подожди, сейчас Риту не видно. Эрро, садись. Так, Рита, поехали. Я не знаю, почему я к лбу все время прикладываю, но мало ли. Так, все, готово. Значит, у нас... Подожди, у нас сегодня что-то минус 2. Надо, наверное, что-то... Вот именно влажность или жирность? Там и влажность, и жирность. У него вот море, и oil, да, еще грубость. Ну, грубость, она связана, на самом деле, с... Керно-сухостью. Где, вот, видишь? Сейчас, погоди, погоди, это ирор был. Так, ну-ка, давайте еще раз, разок. Ты знаешь, на самом деле, надо ее не отнимать просто, потому что, когда ты отнимаешь, сейчас скажу... Что, опять минус 2? Нет, теперь все минус 4. Ого, все плохо. Рита, не слушай ты его. Пойду попью водичку. Минус 4. Значит... Т-т-т-т. Минус 4 везде. Минус 4, а у тебя возраст 16-25, значит, минус 4... Тоби отендов, надо обратить внимание. И минус 4... Ну, тоже, да. Все плохо, говорит он. Вот. Прости. На самом деле, мне 65. Не хотел тебя расстраивать. А тут, тут то же самое. Рита думает, блин, зачем я на это согласилась? Я пойду попью водичку. Давай, Илья, твоя очередь. Или ты не успеваешь уже? Может, он тоже поместит водички? Не успеваю, я уже все. Я боюсь, что мы не можем. Водички, да. Да, да. Спасибо. Наполняться. В общем, вот, давай, проверишь на всех домашних, животных, там, я не знаю, на ком. На всех. На всех? Да, и расскажешь потом нам. Хорошо, я еще инструкцию почитаю. Вот, не забудь, еще колпачок есть. Это очень интересно. Если это правда показывает, все как есть, то я буду этим все время пользоваться. Может, мы неправильно меряем, может быть. Так, вот стоишь, сегодня мне нужно 6 стаканов воды. Например, а сегодня нет, ничего, нормально. Да. У кого из нас троих получилась самая увлажненная кожа? А у вас погодка есть, все, да? Да. У меня нет. Да, это написал нам Кат Чернова, она мне написала. Вот. Есть-есть погода. Подарите Елене измеритель увлажненности кожи дома ручное лицо. Вот. На самом деле рука лицо, так сказать, сегодняшний измеритель. Это нужно просто детально изучить. Да, да, конечно. Конечно, просто изучили плохо. Да. Да, я тоже так уверен. Ну, ты не расстраивайся, может быть, что-то настроено неправильно. Я вообще не расстраиваюсь. Смешная штука. С чего мне расстраиваться-то? Из-за показателей. Нет? Я решила. И в лицо. И в лицо-то.